Нурсултан Назарбаев. Операция «Приемник». Президент Узбекистана подарил российским спортсменам жилье. Матери бунтовщиков обратились к Эмамали Рахмону. Но сегодняшнее обращение мое особое. Назарбаев заявил о сложении полномочий президента Казахстана. С соответствующим заявлением Назарбаев выступил во вторник по казахстанскому государственному телевизионному каналу. Я встречаюсь к вам, как это делал всегда, в самые важные моменты истории нашего государства, которые мы вместе строим. Но сегодняшнее обращение мое особое. Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан. При этом Назарбаев подчеркнул, что это непростое решение. В свою очередь он подчеркнул, что останется в структуре власти в качестве председателя Совета безопасности страны. Остаюсь председателем Совета безопасности, который законами наделен серьезными полномочиями определения внутренней и внешней политики страны. Остаюсь председателем партии Нарутан, членом Конституционного Совета. Уважаемые казахстанцы, сегодня будет подписан закон о внесении изменений и дополнения в Конституцию. По мнению экспертов, отставка Назарбаева готовилась заранее, а именно начиная с 2017 года, путем поэтапного внесения изменений в Закон о Совете безопасности, расширяя полномочия председателя Совета безопасности. Последние изменения вступили в законную силу после подписания внесенных поправок Назарбаевым в июле 2018. Согласно принятому изменению, в Закон о Совете безопасности статус данной структуры власти изменился с консультативно-совещательного органа на конституционный и закрепил пожизненное председательство за Назарбаевым. Стоит обратить внимание на некоторые важные пункты вышеупомянутого закона. Так, например, третий пункт первой статьи гласит, состав Совета безопасности формируется президентом Республики Казахстан по согласованию с председателем Совета безопасности. В шестом пункте шестой статьи говорится, решения Совета безопасности и председателя Совета безопасности являются обязательными и подлежат неукоснительному исполнению государственными органами, организациями и должностными лицами Республики Казахстан. Наблюдатели отмечают, что таким образом Нурсултан Назарбаев оставил за собой право управлять страной и в будущем. На оставшийся срок в должность президента в соответствии с Конституцией Казахстана вступил председатель Сената Парламента Республики Казахстан Касым Жомарт Такаев. 20 марта исполняющий обязанности президента выдвинул на пост главы Сената Парламента Даригу Назарбаеву. Старшую дочь уже бывшего президента, которую единогласно 44 голосами выбрали председателем Сената. По мнению экспертов, Дарига является преемницей Назарбаева на пост президента Казахстана. Я думаю, что Назарбаев будет определять все основные моменты, связанные с внешней и внутренней политикой, с экономической... Президент Узбекистана Шевкат Мерзияев распорядился выдать квартиры в Ташкенте звездам российского хоккея и фигурного катания. Как сообщает спутник Узбекистан, глава государства заявил об этом на церемонии открытия ледового комплекса «Хума-Арена». «Я сегодня общался со спортсменами и тренерами и сказал, что мы очень надеемся на их поддержку, знания, мастерство и опыт. Дал поручение Хакиму Ташкента, чтобы он как можно скорее выделил им по квартире, чтобы они приезжали в нашу страну как к себе домой». Известная правозащитница из Узбекистана и глава Ассоциации права человека в Центральной Азии Надежда Атаева прокомментировала это на странице в социальной сети Facebook следующим образом. «Свои граждане без социального жилья, а гражданам России квартиры дарит. И все эти затраты из кармана налогоплательщиков». «Напомним, что согласно данным Госкомстата Республики, за международной чертой бедности живет большая часть страны – 8 из 12 областей и Каракалпакстан». «Группа матерей заключенных, подозреваемых в участии в бунте в колонии строгого режима номер 3-3 города Худжанда, обратилась с письмом к президенту Таджикистана Эмамали Рахвону, а также председателю Верховного Суда и генеральному прокурору страны с просьбой содействовать объективному рассмотрению новых уголовных дел, возбужденных в отношении их детей. Судебный процесс по этому делу проходит при закрытых дверях. Нас не пускают в зал, где проходит заседание суда. Я не знаю, в каком состоянии сейчас находится мой сын, соблюдаются ли его права. Мы должны убедиться, что суд проходит объективно. Я мать и не могу остаться равнодушной к судьбе сына», – сказала Масуда Садыкова в беседе с корреспондентом «Радио Азади». Муджиза Шумуродова, мать другого заключенного, Сафронуддина Шумуродова, приговоренного к 14 годам лишения свободы за экстремизм, говорит, что просит разрешения на свидание с сыном. «Мне не разрешили поговорить с ним. Я хочу, чтобы он сам мне рассказал, как все это произошло, почему против него возбудили новое дело». По словам Шумуродовой, сын долгое время находился на заработках в России, потом перебрался в Турцию. Власти нам сказали, пусть приедет, он будет помилован. Но когда вернулся на родину, сразу его арестовали, – рассказала она. На скамье подсудимых оказались более 30 уже отбывающих наказаний в колонии. По информации властей, во время беспорядков погиб 21 заключенный. В то же время другие независимые источники сообщали о не менее 53 погибших и о 186 получивших ранения. По официальной версии режима, в произошедшей трагедии виноваты осужденные по религиозным обвинениям, имевшие связи с организацией ИГИЛ. Однако наблюдатели отмечают, что режим с целью сокрытия истинных причин произошедшего и систематических нарушений прав осужденных в местах лишения свободы выдвинул обществу версию с исламским следом, выбрав таким образом заключенных на роль козлово отпущения. Продолжение следует...